У кого-то кипит личная жизнь, а у кого-то водичка в кастрюльке, чтобы сварить пельмешки. А кому повезло больше, это еще вопрос. Ведь в нашей жизни все очень неоднозначно. Именно такую неоднозначную жизнь провел невероятный Эктор Камачо по прозвищу Мачо. Начиная свой путь с уличных боев, угона машин и всех остальных прелестей нью-йоркского гангстера, Эктор поднялся на вершину боксерской славы, став первым в истории боксером, который становился чемпионом мира в семи весовых категориях. А в этом видео мы посмотрим на его 10 прекрасных нокаутов. Менталитет государства познается по его ментам, а мощь бойца по его ударам. Именно поэтому в мощи Камачо вообще никто не сомневался. А на личном опыте 11 июля 1996 года в этом убедился Крэг Хоук, который решил испытать судьбу и стать проверкой для Мачо в новом весе. Но проверка оказалась не особо сложной. Полное доминирование порториканца и нокаут под конец второго раунда. Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, что мудрость человека зависит от возраста. Вот только умалчивают про склероз и старческий маразм. А вот на бойца интересно смотреть, пока он молодой и не мудрый. 11 июля 1982 года Мачо предстояло пройти непростой краш-тест в лице Луиса Лоя, у которого было 15 побед без поражений. Но не было такого динамита в руках, как у Эктора. Пулеметный расстрел невероятной мощи заставил рефери остановить бой уже во втором раунде. Прекрасная роза и среди ромашек не затеряется, а топовый нокаутер среди бойцов всегда выделяется. Прямо как выделился Мачо 28 августа 1982 года в поединке с Джонни Сато, который подавал большие надежды. Но одно дело на что-то надеяться, а другое выбрасывать фантастические комбинации из мощных ударов, которые все надежды хоронят заживо. Алкоголь не решает проблем, он просто дает возможность о них на время забыть. А рефьюжио Рохасу этого самого алкоголя потребовалось немало после того, когда 21 мая 1982 года он встретился с неудержимым Камачо в ринге. На первой же минуте, первого же раунда, Эктор молниеносно отправил Рохаса в нокдаун. Но тот встал и решил продолжить, после чего оказался во втором нокдауне уже за рингом. Но это не остановило безумца, пока после третьего нокдауна уже рефери не остановил бой. После такого Рохасу точно потребовалось немало бухлишка, чтобы все это забыть как страшный сон. В любовном треугольнике всегда один угол тупой. А в четырехугольном ринге никто боксера тупым не назовет. Не тот ами останется. А вот Джон Мантес 12 февраля 1983 года вроде бы Камачо тупыми не называл, а в ринге остался надолго. Рассчитывая на свою антропометрию, Джон хотел расстреливать Эктора с дистанцией, постоянно поджимая. Но не учел один момент. Это невероятно сильные удары гангстера. Вот такого одного мощного апперкота и хватило, чтобы все закончили. Человек может назвать себя взрослым, когда делает все глупости осознанно и с удовольствием. Ну а боксера называют великим, когда он побеждает великих без глупостей. 1 марта 1997 года Эктор Камачо встретился в ринге с легендарным Рэем Леонардо, тем самым Шуга Рэем. Зрители ждали от этого боя невероятной рубки, но увидели невероятное доминирование Мачо над легендой. Непрекращающийся обстрел мощными ударами не давал Рэю ни единого шанса и превращал его в овощ, пока рефери не остановил это побоище. Над бедным и свои смеются, а богатого и чужие хвалят. Так же и в боксе. Победителя все уважают, а проигравшего забывают. Хотя, наверное, такого парня, как Рафаэль Солис, забыть сложно. Несмотря на его грандиозное поражение Камачо 18 ноября 1983 года в бою за чемпионский пояс. Мачо все сделал отлично. Быстро и жестко бил невероятными комбинациями, которым Солис ничего не мог противоставить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Счастлив не тот, у кого много. Счастлив тот, у кого достаточно. Но вот бойцам побед всегда недостаточно. Особенно, когда их много. 7 августа 1983 года Камачо довелось испытать свои силы в бою за чемпионский пояс против очень опытного Рафаэля Ламона, у которого за плечами было 50 побед. Но обезбашенный нью-йоркский гангстер вообще ни во что не ставил авторитет противника. Поэтому решил ему показать, что такое мощная плюха. Трижды отправляя в нокдауны, пока рефери не остановил бой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что упало, то бухало. Но не всегда. Иногда то, что падает, пропускает удар. Именно так и случилось с Расти Де Роуэном 15 ноября 1994 года, когда он исполнил роль боксерского мешка для Камачо, который решил отработать на нем пару бомбических комбинаций, каждой из которых можно наслаждаться часами и нужно взять в свой арсенал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Люди не стареют, а приобретают ретро-стиль. А бойцам старость вообще неведома. Ведь им в любом возрасте кажется, что пороха для хорошей драки еще хватит. А когда против тебя в ринге боец, больше похожий на гитариста из группы Песняры, то пороха точно хватит. Именно так и подумал Эктор, когда 1 августа 1992 года против него в ринг вышел Эдди Ван Кирк с очень занимательной внешностью. Но для уличного гопника избиение кучерявого доходяги – это радость, без капли жалости и сомнений, что и пришлось на себе испытать Эдди. Если вы хотите, чтобы я вам рассказал историю жизни этого феноменального бойца, но очень неоднозначного человека, пишите в комменты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok